Я думаю, рассказал Максим Квитковский, тем не менее, если кратко как-то резюмировать, то вот самое неприятное событие для Барселоны в этом матче произошло практически уже в самом его дебюте, на четвертой минуте, безобидная довольно ситуация, травму получает Мотта. Вот, обратите внимание, борьбы здесь особой не было, неудачно поставил ногу, и дело заканчивается операцией, которая выведет Мотту из строя на 6 месяцев. Ориентировочно катастрофа для Барселоны, это самая проблемная ее, пожалуй, позиция опорного полузащитника. Лучал Херард, ну и сложно сказать, как теперь Барселона будет обходиться. Правда, пока что настолько хороша команда в атаке, что компенсирует это недостатки обороны. Жуткий дождь проходила эта игра, опасны были дальние удары, одним из которых отметился, разумеется, Рафаэль Маркес. Тем не менее, очень красиво атакует Барселон, и в конце концов, все-таки забивает гол. Второй уже свой в сезоне забивает Людовик Жюли. На 34-й минуте это происходит, красивая атака. Удар, может быть, у Жюли получился не очень броский, но этого оказалось достаточно, чтобы переиграть Эстебана, вратаря Сивилии. От Сивилии в этом году много ждут, но вот в этом матче, пожалуй, что команда не проявила своих лучших качеств. Как-то сложила, в общем, ручки и сдалась на милость Барселоны. А милости особо и не дождались. Замечательную передачу сделал Хави в очередной раз, доказав, насколько он хорош в подыгрыше, насколько тонкие передачи способен делать. Действительно, когда Хави слишком был завязан на оборонительных действиях, от него мы это реже видели, а сейчас он получил свободу и может вот так вот играть. Еще одна подача с левого фланга. Ларсон играет на опережение. Примерно такой же момент у него был и в предыдущем матче, но и здесь, и там не удалось ему забить. Вратаря выручил. Пытается Хвакин Капорос во втором тайме изменить. Как-то его ход выходит Хисули, бывший футболист с Эльты. Но Барселона владеет преимуществом очень большим. И то, Камерунец пока так же многовато моментов не реализует. Лишь спинальти пока ему удалось отличиться в предыдущей игре. Хави замечательно с деку дирижирует игрой Барселоны. Смотрите, какие атаки проводят каталонцы. И вновь Фитова не смог забить. Последний момент Хави Наварро, защитник Сивилии, капитан команды, выбил мяч. У него есть подмог. Очень здорово вышел на поле Иньеста. Сразу же вписался в коллективные действия. Много сделал острых и своевременных передач. Ну, смотрите, как Барселона катает мяч. Просто не оставляя уже шансов с футболистом Сивилии. И в конце концов, Хенрик Ларсен все-таки забивает свой первый гол в чемпионате. После передачи справа во флангах все того же Иньеста. Желтая карточка за споры с судьей. Показалось здесь игрокам Сивилии, что Ларсен нарушил правила, оттолкнув штрафной соперника. Сложно сказать, неоднозначный, безусловный эпизод. Но Веласко Карбальо, новый, кстати говоря, судья, проводивший первые матчи в высшем испанском дивизионе, нарушение правил здесь не зафиксировал. Повторы нам показали такие, что абсолютно было невозможно определить, было ли тут нарушение правил. Так что придется, видимо, согласиться с решением судьи. Дальше над Сивилии началось уже форменное издевательство. Барселона не выпускала Сивилии со своей половиной поля, однако голы как-то вот не давались. Ну, больше каталонцам вновь транжирят момент ИТО, красиво обыгрывает вратаря, однако вместо того, чтобы бить сразу, выжидает и позволяет выбить мяч защитнику, попадая просто ему в ги. Выбегает на поле болельщик Барселоны. Довольно мирными намерениями просто показать свою преданность клубу. Ну и, видите, на кого он надевает шапку, у нас Эмюлия ИТО. Высок, но сам Каберудец его и задержал. В итоге, придав в руки сотрудников безопасность к стадиону, но поскольку болельщик никому особенно не помешал, будем надеяться, что обошлись с ним довольно мирно, не стали обрабатывать дубинками, как это принято у нас на стадионе. Наградил ИТО вот такой вот шапкой. Ну и, я думаю, Каберудец, может быть, остался даже и доволен подобным приемом. Продолжала Барселона раскатывать Севилью, но матч так и завершился со счетом 2-0. Красивая, уверенная, замечательная победа каталонского клуба. Барселона вступила в новый сезон очень уверенно. Что вот как раз никак нельзя сказать о Депортиво. Команде, которую традиционно также считают одним из претендентов на высокие места в чемпионате. Первый домашний матч проводила команда Руретте против Ассасуны. Команда, безусловно, серьезная. Однако, разумеется, предпочтение все-таки отдавали футболистам Депортиво в этой игре. Тем более, что в первой Депортиво лишь в лечу сыграл, с Испаньон. Много раз, многое уже говорилось о том, что Депортиво несколько недостает свежей крови. Что команда устарела, немножко горжавела. Тем не менее, в начале матча этого не чувствовалось. Поскольку по Индиане уругвайский бомбардир довольно-таки быстро, уже на 20-й минуте, открыл счет ударом из штрафной. Показал здесь, что не слишком здорово сыграл Сан Соль. Удар, вроде бы, был, конечно, опасный, но мог бы, наверное, здесь голкипер с его командой улыбнуть. Активен очень был здесь Мунитис. Активны были другие футболисты Депортиво. Ну и преимуществом владел, безусловно, клуб из Лакару. И Ассасунов поначалу, в основном, отбивался. Не обошлось без неприятных событий для Депортиво. Вот вы видели, как Маура Силова сделал передачу с фланга, которая едва не стала голевой. Однако, Маура Силова не начинал матч в стартовом составе. Пришлось ему на 11-й минуте заменить Душера, получившего травму. Ну и придется Депортиво стартовать в Лиге чемпионов против греческого Олимпиакоса без этого футболиста. Второй тайм. Первый целиком и полностью остался за хозяевами. Ну и такое преимущество, возможно, не слишком хорошим образом повлияло на хозяев поля. Показалось им, что Ассасуна уже ни на что не способна. В чем, собственно говоря, и разубедили своих соперников красно-черный во втором тайме. Довольно быстро Ассасуне удалось отыграться. Пенальти в этом эпизоде назначает Морвана Дельгада, арбитр. Ну и похоже, что действительно здесь имело место нарушения правил. И Джона Лаизи, нападающий в сборной Австралии, легко разложил по разным углам вратаря Малину и мяч. 1-1 на 56-й минуте. Ассасуна доказывает, что совершенно не стоит к ней относиться как к какому-то аутсайдеру или середняку. Эта команда способна в хорошей форме обыграть практически любого соперника. Много было желтых карточек на 59-й минуте. И вовсе Моисея Ассасуна осталась в меньшинстве. За вторую карточку был удален защитник Искьерда, оставив свою команду в меньшинстве. Вот тут-то показалось, что все. Сейчас Депортива возьмет себя в руки, разберется с соперником. Нет, тут-то было. Уже второй матч подряд Депортива завершает в численном большинстве. Но вместо того, чтобы атаковать и забивать, Депортива гол пропускает. Очень похожий, кстати говоря, гол на тот, что забил Пандиане в первом тайме. Примерно с того же расстояния на сей раз отличается Милошевич. Действительно, очень похожий гол. Но здесь, подалось, что к Малине меньше претензий. Слишком уж очевидно Милошевич атаковал. В любой момент он куда угодно мог пробить. Но и Малина не среагировал на этот удар. Депортива раскрывается, надеется отыграться. Ну а в результате получает издевательский совершенно гол от Милошевича. Гол, среди действующий о выдающемся, конечно, и техническом оснащении этого футболиста. И о видении поля. Смотрите, как он перебросил мяч через Малиру. Да, попахивает издевательство, конечно, от такого гола. Но Депортива сам напросился на подобное с собой обращение. Не все в порядке, действительно, в этой команде. На тренировках то и дело вспыхивают потасовки, как недавно между Пандиане и Луке. Чувствуется, что Хавьер Дору это теряет постепенно контроль над происходящим. И если так будет продолжаться, Депортива может раньше времени расстаться с мечтами о высоком месте. Как и остались они в этом матче с тремя очками. Поражение Депортива и Ассасуна наносят поражение. Наносит поражение сопернику, который считался фаворитом. Леванте против Рассинга. Новая команда. Леванте впервые принимающая участие в матчах высшего дивизиона. И вот стартовый матч на стадионе Леванте. Сьютат де Валенсия. Собственно говоря, Леванте это команда из Валенсии. Так что у нас будет не только дерби между Валенсией и Вильяреалом, но и полноценное валенсианское дерби. Валенсия-Леванте. Фернандес Барбалон, еще один новый арбитр, обслуживал этот матч. То есть вместе с Леванте он вступил в высшую дивизию. Ну и надо сказать, и по составу, и по амбициям Леванте, безусловно, превосходит других новичков. Тем не менее, нервы все равно еще сказываются. Как дебют на своем стадионе, вот едва Леванте не пропускает мяч от Рассинга. Вот Аганцо, простите, девятый номер. Мог забить, но не сумел переиграть Мору, опытнейшего вратаря Леванте. Состав действительно у Леванте хороший. Тем не менее, именно гости все-таки открывают счет в матче. К этому все шло. И забивает тот самый Аганцо. Футболист, прошедший школу мадридского Реала. Хорошая атака левым флангом. Передача Регейро. И в одно касание Аганцо переправляет мяч в ворота. Перенервничали такое впечатление футболисты Леванте. Поначалу были скованы. Ну и вот лишь гол пропущенный на 19-й минуте помог им скинуть в себя вот это излишнее напряжение. Пошли хозяева атаковать, создавать опасные моменты. Вот здесь вполне мог отличиться Серхио Гарсия. Юный форвард Барселоны, перешедший в Леванте. Тем не менее, первый тайм в целом не удался хозяевам поля. Так что Бернету Шустеру предстоял серьезный разговор со своими подопечными в перерыве. Разговор состоялся и принес результат. На второй тайм команда вышла уже совсем другим настроением. И Рассингу по-настоящему пришлось туго. Рассинг, пожалуй, что команда, которая может в этом году из-за выживания сражаться. Ну и этот матч, пожалуй, что доказал, что в обороне у Рассинга полный бардак. Что показал, в общем, и первый матч с Барселоной. Но там-то была Барселона, а здесь Леванта. Хотя примерно в тех же каталонских синих гранатовых цветах. Уже на 46-й минуте Владимир Манчев, получая пас от Гарсии, переигывает вратаря. Владимир Манчев это опытный болгарский нападающий. Удачно выступавший во Франции. За Лилю он в прошлом сезоне 15 голов забил. Ну и вот первый его гол в чемпионате Испании в составе Леванта. Ну а дальше, дальше Рассинг начал неожиданно разваливаться. Активен был Исиен. Футболист сборный Кот Дивуар. Абсолютно какой силовой проход к воротам он совершает. Обыгрывает абсолютно всех, кроме вратаря. Однако его усилия не пропали даром. Поскольку начо, его партнер, сумел на добивание сыграть и добить мяч в ворота, отличивший от футболиста. Смотрите, какой проход Итьяна. Всех он тут прошел. Просто продавил, что называют. Мощный футболист. Если не очень высокий. Забить не сумел, но вознаградил его партнер за проделанную работу. Вот так вот индивидуальные усилия одного футболиста вывели Леванте вперед. 2-1. Напомню, что и в первом матче Леванте не проиграл в гостях. Ничего сыграли подопечные Шустера. Ну а дома, дома сумели одержать первую победу. Еще одна хорошая атака левым флангом. И забивает все-таки все тот же Итьяна. После хорошей передачи с левого фланга, которую сделал Селестини еще один опытный игрок. Швейцарец, решающий из Марсельского Олимпида. Действительно неплохой состав. У Леванте здесь и Харт, и Мельбю, и тот же самый Итьен, и Серфио Гарсия. Безусловно, Манчев, кстати говоря, вышедший на замену за 3 минуты до своего гола. Ну и в конце концов, с таким составом, наверное, Леванте может побороться за что-то большее, нежели просто сохранение прописки в высшем дивизионе. Кажется, что эта команда пришла в высший испанский дивизион всерьез и надолго. 3-1, уверенная победа. Все три мяча Леванте провел во втором тайне. А вот у другого новичка, у Хитафи, дела пока обстоят не лучшим образом. И в первом матче эта команда проиграла. Ну и в первом домашнем подопечные Кики Флорота также не порадовали своих болельщиков, встречаясь с Мольоркой. Хотя поначалу даже пытались атаковать запасный штрафной у ворот Мои, молодого вратаря Мольорки. Мои, 83-го года рождения, заменил он в рамке Мольорки опытного Лео Франка, который перешел в Атлетико Мадрид. Действительно, поначалу хозяева на кураже атаковали, но немножко, конечно, индивидуального мастерства не достают футболистам Хитафи. Хотя пара нападающих очень опытная у этого клуба. Почон и Йорди. Ну вот в этом матче не сумели они отличиться. Зато сумел отличиться Луис Гарсия. Пожалуй, что самое яркое приобретение Мольорки этот футболист заменил. Сумели Айто в прошлом году выступал за Мурсию и вместе с Давидом Каранкой тащил эту команду, пока это было еще возможно. Ну и вот именно ему удается отличиться. Первый тайм заканчивается в пользу Мольорки со счетом 1-0. Лос-Санто-Самар, самый религиозный арбитр, обслуживающий матчи высшего испанского дивизиона, дает сигнал о начале второго тайма, в котором Мольорка увеличивается. Преимущество мексиканик Каранго выходит 1-1, воспользовавшись ошибкой соперника при организации искусства офсайда. Еще остается 2-0. Единственное, что удается сделать Хитафи, это один гол. Отыграть в гол получается красивым, забивает Ману. Ударом головой на 84-й минуте ног на большее Хитафи оказался неспособен. 2-1 Мольорка побеждает на выезде. Бетис, команда из Севильи, на своем поле принимал Испаньол. Вторая сирийская команда против второй Барселонской. По крайней мере, по состоянию на начало этого сезона. Ну и в первом же домашнем матче команду Сера Феррера, и так давно еще тренировавшего в Барселону, ждал на своем стадионе Руиз де Ла Перо оглушительный совершенно провал. Мало кто оживел такого развития событий, хотя уже подчеркнул, что Испаньол серьезно настроен в этом сезоне. Команда обладает хорошим подбором исполнителей и не должна повторить сценарий прошлого года, когда Испаньол чуть ли не весь чемпионат провел на последнем месте и спался только в самом конце. Латино новый тренер Испаньол сумел неплохо подготовить свою команду к сезону. Это было заметно и по первому матчу с Депортиво, и по этому костевому из Бетиса. Неприятности для хозяев начались уже на 18-й минуте, когда Макси, ставший в итоге главным героем этой встречи, добил свой первый гол аргентинский нападающий, чемпион мира среди юниоров в свое время в составе сборной Аргентины. Да, за последние годы аргентинский футбол очень много талантливых молодых футболистов дал. Это заметно и по результатам Олимпийских игр, которые также завершились побеги аргентинцев. И всех последних юниоровских первых. Разумеется, хозяева также атаковали, не без этого, но Камини и юный вратарь. Испаньола из Камеруна, также, кстати, олимпийский чемпион, играл очень здорово. Ну а дальше начались подвиги защиты Бетиса, которая на ровном месте привезла сама себе гол, автором которого стал Дани. И как можно было делать такую передачу? Опытнейший футболист Маркуса Сунцао допускает чудовищный совершенно ляп, наподобие того, который совершил в матче Атлетика Альбасета Буаде, защитник. Просто-напросто вывел Дани один на один, отрезал всю свою команду. Да, удивительно просто видеть такую передачу в исполнении такого мастера, как Маркуса Сунцао. Ну и тут уже ни вратарь, ни защитники, конечно, не могли помочь. В результате 0-2 после первого тайма у Бетиса. И что делать после перерыва, не совсем понятно. Конечно, мы помним, как Валенсия сумела спастись в матче с Бильбао, но Бетис не сумел повторить подвиг Валенсии. Хотя ошибки в этом матче совершались не только футболистами в белой-зеленой форме. Вот здесь вот напортачил Камени, пропустивший очень, конечно, легкий мяч. Удар головой, нанесенный Эду, бывшим футболистом Сельте, к неберущимся отнестись уж никак нельзя. Тем не менее, голкипер умудрился его пропустить. Просто неверно подошел. Смотрите, на прямых ногах принимал этот мяч. Ну и в результате вместо того, чтобы нормально его отбить, пропустил его между ног. Тем не менее, не повлиял этот гол на общий сценарий матча. Испанил был лучше. Ну и в конце концов, в контратаке вновь вышел вперед, вновь отключился Макси. Восстановил разницу в счете в два мяча. Чудовищно совершенно как-то играет защита Бетиса. Непонятно уже, что футболисты делают. Мечется от игрока к игроку. Ни о какой организации игры в обороне тут и речи быть не может. Даже странно это видеть. Никогда Бетис так в обороне не играл. Вроде опытные футболисты. Хуанита, Лембо, Варрелла. Хуанита вообще игрок сборной. Испании. И вот такое позволяют собой производить. Смотрите, какие голы забивает Испанил. Хет-трик Макси. И можно ли сказать, что это все следствие выдающегося индивидуального мастерства футболистов Испанил. Атаки таковы, что не должна оборона позволять собой производить подобные безобразия. Смотрите, сколько футболистов Бетисов штрафной. И ни один из них не в состоянии хоть как-то помешать сопернику. Удивительно совершенно действовали в этом матче защитники Бетиса. И нужно серьезную работу производить Лоренцо Серру Ферреру, чтобы как-то изменить такое положение дел. Поскольку с такой игрой в обороне Бетис вряд ли может рассчитывать на что-то серьезное чемпионат. 4-1 на своем поле проигрывает Севильце. Ну и видите сами, какова реакция болельщиков. Малага против Сарагосы. Пожалуй, что не самый интересный матч нынешнего тура. Были и более результативные, и более зрелищные матчи. Ну а этот оказался достаточно рядовой. Вот в этой игре, пожалуй, что сложно было кому-то отдать предпочтение. И команда Монсану, и команда Мунеса. Такие команды середники, по большому счету. Может быть, Сарагоса чуть более амбициозная команда в этом сезоне. Но Малага все-таки все время тренеров стало менять. Хуан де Рамос только год проработал, затем не сошелся с руководством клуба в цене. И теперь команда тренирует Григорио Монсану. Ну а Виктор Мунес второй сезон в составе Сарагосы. Не было в этом матче большого количества опасных моментов, которые и возникали. То, зачастую, получались анекдотичные. Вот смотрите, что здесь устроил в своей команде вратарь Сарагосы Луис Гарсия. Вот зачем он тут начал обыгрывать нападающего Малаги, а именно Марсио Мороза. Совершенно непонятно. Марсио Мороза – это самая яркая эвизуона приобретения Малаги. Он составил пару нападений с Ванчопи, еще одним опытным форвардом. А Мороза – талантливейший игрок, блиставший в сборной Бразилии. В Удинезе играл за Парму, за Дорфинскую Барусию. Но есть у него серьезные недостатки. Прежде всего, большой травматизм, а также непредсказуемый характер. Так что пока сложно сказать, сумеет ли Мороза проявить себя в чемпионате Испании. В Баруси он в первой же сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата, а у два следующих на поле выходил довольно редко. Нельзя сказать, что этот матч не получился зрелищным, но все-таки опасные моменты, по большей части, возникали после ошибок защитников, нежели после каких-то ярких действий форвардов. Ну и в результате счет 0-0 никого особенно не удивил. Судья Гонсалес Васкес фиксирует нулевую ничью. Вели Реал против Реала Соседат. От Реала Соседат, пожалуйста, в этом году многого не ждут. Команда, которая в чемпионате 2002-2003 заняла второе место в чемпионате Испании, сейчас все-таки вернулась к роли середняка. Ну и пока что не в силах нового тренера Хосе Амарорту как-то изменить этот подход. Вели Реал же напротив. Команда, которая при определенном стечении обстоятельств сможет и за четверку даже побороться. По-прежнему в составе Вели Реала Соседат Валерий Карпин, именно он начал эту атаку, которая затем продолжилась на правом фланге, но не завершилась по-настоящему опасным ударом. Как всегда в центре внимания Дарко Ковачевич, Нихат. Все лидеры у Реала Соседат остались прежними. Пожалуй, что потери у этой команды больше, чем приобретений. Главное, потеря, конечно, Хави Алонса, перешедший в Ливерпур. Что касается Вели Реала, то здесь также по-прежнему много ярких футболистов. Это и Диего Фарлан, перешедший из Манчестер Юнайтед, и Рикельми, и Андерса. Но Андерсон травмирован в этом матче не игра. Пару Фарлану составил Хиска, третий-второй номер в атаке. Игра прошла, в общем, в равной, надо сказать, борьбе. Атаки следовали и на одни, и на другие ворота. Но что-то не хватало постоянно футболистам. В завершающей стадии атак вот здесь не удалось замкнуть передачу Хосико. Еще одна передача справа фланга, и здесь немножко не успевает нападающий. Вместо этого врезается в молодого вратаря Соседада Риезго, заменившего Сандра Рестерфельда, также покидывшего команду. Ну и вот здесь самоотверженно сыграл Риезго, в результате расквасили ему нос. Ну грубовато сыграл футболист Вильяреала, пошел ногой до конца. Вот посмотрите, как раз Хиска был. И вот, видите, может быть и не хотел уже, пытался затормозить. Но, сами знаете, тормозной путь все-таки занимает определенное время. И вот это самое время стоило Риезго небольшой травмы. Но, к счастью, вратарь продолжил борьбу. Ну и в этом матче сыграл весьма надежно. Больше было все-таки опасных моментов именно у ворота Риалоса Седад. Все-таки как-никак Вильяреал дома играл, но Риезго действовал надежно, не рискуя, не оправдывая в этом смысле свою фамилию. Риезго по-испански это риск. Видите, как уверенно действует Галкепер. Ну и все время что-то не хватает в последней части атаки футболистам Вильяреала. По-настоящему опасных ударов они не на нос. Ну и второй матч в туре завершается также со счетом 0-0. Ну и последний матч тура, тот также, который был на прямой трансляции на канале Сим ТВ. Также мы здесь обойдемся кратким отчетом. Помним вы ТВ. Матч между Альбасетто и Атлетико Мадрид. Первый тайм проходил в целом в равной борьбе, без практически опасных моментов. Вот, пожалуй, что самая острая атака в первом тайме в исполнении футболистов Альбасетто. И очень здорово здесь сыграл бывший игрок этой команды Пабло. Также и Пере, колумбиец оказался достоин своего положения, нового защитника Атлетика. В первом тайме, пожалуй, что даже попасть не атаковали хозяева. Удар Рубена Кастро парирует вратарь Атлетико Лео Франко. Рубен Кастро заменил в составе Альбасетто Аранду, перешедшего в Сибилию. Ну а сам Рубен Кастро принадлежит Депортиво и взят в аренду у этой команды. Действительно, первый тайм не изобиловал опасными моментами. Незаметен был и Фернандо Торрес. Но во втором тайме все-таки этот талантливейший нападающий напомнил о себе. И в результате, по сути, предопределил победу гостей. Долгое время продолжалась примерно та же игра, что была в первом тайме чуть более живая, чуть более быстрая. Были опасные моменты и у тех, и у других ворот. Вот самый опасный был, пожалуй, что у ворот Атлетика. Здесь блестяще сыграл Пабло, выбив мяч с линии ворот после удара. На Ридондо, тогда как Рубен был уже готов сыграть этот мяч, который все-таки летел, скорее всего, мимо ворот. Тем не менее, несмотря на эти атаки, которые были, разумеется, и у Атлетика. Вот здесь хорошая передача Сосы, бывшего игрока Спартака. А удары богатства отражает вратарь Альбасет и Вальбуэна. Но все-таки все шло к тому, что этот матч, как и два предыдущих в нашем обзоре, может завершиться в ничью 0-0. Поскольку защита все-таки в этом матче была, пожалуй, что посильнее, нежели атака. Но все испортил Буадес, защитник Альбасет. И вот такую совершил он ошибку. Ну и Фернандо Торос, разумеется, не простил. После матча Буадес рвал на себе волосы, заявляя, что эта его ошибка войдет в анекдоты стадиона Карлоса Бельмонте. В жизни своей он так не ошибался. Ну и вот за пять минут до конца матча вот так вот привез гол. Ну а затем Атлетика их второй раз поразил ворота своих соперников. После хорошей передачи Тороса это сделал Ариэли Багаса. 2-0. И Атлетика, как и Реал и Барселона, набирает 6 очков. Ну что ж, на сегодня это все. Для вас работал Кирилл Дементьев. До новых встреч на канале Семь ТВ.